Молодёжь, спровоцированная врагами, совершила попытку антиконституционного мятежа. Но республика, народ и лично президент справились сами. Милитаризация Польши есть факт. То есть вот когда немцы в панике говорят, что скоро у Польши будет в три раза больше танков, чем у Германии, это ведь правда. Да, якобы освободить силы Украины для фронта. Это гигантское государство, ну то есть просто самое большое в мире, да, вступает в равный союз, а не в союз соподчинения со средним государством Республики Беларусь. Всем добрый день, Правда ТВ. И сегодня в гостях в очередной раз у нас профессор Николай Маратович Межевич. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Роман. Николай Маратович, ну прошли выборы в Республике Беларусь. В общем, выбраны те кандидаты, которые народ отдал свое предпочтение. Как вы считаете, какой в принципе мы видим результат, к чему это все, и как будет дальнейшее развитие политического, скажем так, курса Республики Беларусь? На самом деле все, что происходило сейчас на едином дне голосования, имеет как свои предпосылки, так и свои последствия. Вообще, сразу начну с того, что единый день голосования – это не советское изобретение, и не досоветское, а на самом деле специалисты по гражданскому и конституционному праву, скорее даже в обратном порядке, конституционному и гражданскому в Европе, давно поняли, что лучше привлекать людей на выборы в выходные дни, и что если есть несколько вопросов важных, лучше пригласить их один раз, а не таскать каждую субботу на избирательный участок. Так родилась на Западе, я подчеркиваю, родилась концепция единого дня голосования. На постсоветском пространстве, после распада Советского Союза, эта идея тоже прижилась из тех же соображений, в том числе, кстати, и финансовых. Это все-таки дорого, дорого. Для того, чтобы обеспечить эффективный процесс, нужно потратить деньги. Мы понимаем, что это и работа избирательных комиссий, и работа милиции в случае Республики Беларусь, там полиция в случае России, да, то есть, по сути, мы должны получить максимум результатов на одном мероприятии. Это маленькое такое отступление. Теперь, собственно, о том, что происходило. Не будем начинать и пересказывать всю историю белорусского народа от Полоцкого княжества и Великого княжества Литовского. Давайте будем реалистами. События августа 2020 года и сентября 2020 года – это были значимые рубежные события. Молодежь, спровоцированная нашими, скажем, прямо, теперь можно сказать прямо, да, врагами, совершила попытку антиконституционного мятежа. Власть и лично президент Республики Беларусь эту провокацию успешно отразили. Прекрасно, прекрасно. Россия пообещала помощь и, безусловно, бы ее оказала, да, мы знаем, что были подготовлены соответствующие возможности, но Республика, народ и лично президент справились сами. Но, закономерно, возник вопрос. И мне, как человеку, имеющего определенные контакты среди белорусского экспертного сообщества, политического сообщества, я могу сказать, что, конечно, люди начали задавать себе вопросы. А как так получилось? Что у нас выскочили люди с попыткой устроить Киевский Майдан с соответствующими безобразиями. И было абсолютно правильно сказано потом президентом Республики Беларусь, что, да, это ошибки в молодежной политике, но не только в молодежной политике. Началась политическая реформа. У этой политической реформы было несколько этапов, были внесены изменения в Конституцию, поддержаны эти изменения референдумом. И вот пришло время выборов в национальное собрание, местные советы. Эти выборы состоялись. Я бы еще обратил внимание на очень важный этап. Очень важный этап. Это преобразование общественного политического движения Беларусь в политическую партию Беларусь. Приезжая в республику в командировки, встречаясь с коллегами в офисе Беларуси, я всегда абсолютно открыто задавал вопрос, ну ведь, дорогие сябры, но ведь вы давно созрели, вы же политическая партия по сути. Мои белорусские коллеги улыбались и говорили, что время еще не пришло. Мне очень приятно то, что время пришло и то, что в новом белорусском парламенте будет выраженное преимущество партии Беларусь. Это партия общественного согласия. Это партия консенсуса. Это партия, давайте признаем, я не вижу в этом ни малейших недостатков, партия, искренне поддерживающая президента Республики Беларусь. И вот сейчас, после этих выборов, в условии, когда впереди следующий этап выборов Совета Республики, мы уже обязаны думать и по следующий этап, очередные президентские выборы. Александр Григорьевич Лукашенко сказал к облегчению многих своих сторонников, что он на эти выборы пойдет. И для этого есть все объективные обстоятельства. Давайте поговорим про эти обстоятельства. На долю поколения наших бабушек и дедушек, ну я беру тех, кого сейчас по 50-60-65, пришлась Вторая мировая Великодечная война. Это было крайне тяжелое испытание. И последующая советская политика, она десятилетиями проходила под влиянием тех перенесенных испытаний. И сейчас, когда у границ Республики Беларусь происходит то, что происходит, сейчас мы поговорим, что происходит. Все понимают, что единство власти и народа, народа и власти, это то, что может уберечь республику в этом кипящем котле мировой нестабильности. Вы посмотрите, на севере министр иностранных дел Литвы обещает привязать к позорному столбу Минск, Москву и Пекин. Да, я понимаю, что это новость еще прошлого года, но он ведь от своих слов не отказался. Более того, литовская разведка опубликовала тут на днях доклад про то, как злые китайцы пытаются дестабилизировать ситуацию в Литве. Вот у Китая сейчас других проблем-то ведь нет. Как купить большой глобус и попытаться найти Литву на карте? Ну, если найдут, то дестабилизируют. Обязательно. Обязательно, да. С другой стороны, то, что мы видим реально, постоянные провокации на литовско-белорусской, литовско-российской границе. Постоянные. Да, мудрость нашего политического руководства, я имею в виду и Москву, и Минск, и Минск, и Москву, позволяет нам находить в себе силы и не реагировать. Ибо это действительно провокация. Сегодня Литва, Латвия готовы сами инициировать конфликт, заведомо зная, что по результатам конфликта их не останется. Но вот эта вот милитаризация, эта военная нервозность, когда Латвия как государство, где экономики в общем-то уже и нет, объявляет планы военного строительства, напоминающие планы военного строительства Индии. Ну, господа, вы о чем? Вы вообще где? Вы вообще какие грибы потребляете? Это север. Запада Польша. Польша это очень сложный объект для исследования. Скажу вам как полонист. Но милитаризация Польши есть факт. То есть вот когда немцы в панике говорят, что скоро у Польши будет в три раза больше танков, чем у Германии, это ведь правда. Но размещаются эти танки сегодня не на немецкой границе, а на белорусской и на российской. Кстати, и на украинской. Так что проблема есть. Проблема весьма серьезная. Ну, а с юга тут все понятно. Украина. И обратите внимание на последние гениальные идеи наших противников на Западе. Разместить войска НАТО вплоть до португальских вдоль украинско-белорусской границы. Ну, это же якобы освободить, чтобы силы Украины для фронта. Да, якобы освободить силы Украины для фронта. Но любой из нас, ну, не то чтобы читавший шеститомную историю военного искусства, да, но просто читавший справочник прапорщика времен Первой мировой войны, прекрасно понимает, что дальше эскалация и военная агрессия против Республики Беларусь. Дальше с якобы белорусской стороны через Полесское болото прилетит какая-нибудь то ли болванка, то ли консервная банка. И в ответ НАТОвский удар. Я почему об этом рассказываю? Мы ведь сегодня не про военные сюжеты. Мы про сюжеты политические. Мы про избирательную кампанию, про выбор Александра Григорьевича Лукашенко в трудные годы выдвинуть свою кандидатуру. И, я думаю, да, безусловно, и выдвинуть, и, будучи поддержанным народом, остаться на следующий срок. Потому что не остаться – это своего рода легкий путь. Да, тут большая ответственность должна быть, на самом деле, в такое время. Да, абсолютно точно. Вот хорошо было быть Леонидом Ильичем Брежневым. Ядерный паритет, огромный Советский Союз, что не год новая золотая звезда на пиджаке. Помните этот знаменитый анекдот, что в Кремле землетрясение? Как землетрясение в Кремле? Там же континентальная плита. Да нет, ну что вы. Просто у Брежнева пиджак со стула упал. Ну, представьте, сколько там орденов-то, да? То есть это, ого-го, какой пиджак. Это как бронежилет. Но это все было безумно смешно. Потому что это несопоставимо с тем временем, который сегодня несет Лукашенко или Путин. Путин или Лукашенко. Да. И поэтому я могу сказать, что и здесь, в Москве, мы с удовлетворением, большим, с радостью восприняли решение президента Республики Беларусь выдвинуться на следующий срок. Да, еще для этого есть время. И да, есть официальная процедура. Да, это, безусловно, внутренняя белорусская повестка. Но мы на сегодняшний день исходим, что помимо армии и флота в России есть единственный союзник – это Республика Беларусь. Абсолютно верно. Поэтому выборы в Республике Беларусь, успешные выборы, расширение партийно-политического представительства, то, что эти выборы прошли спокойно, для нас очень значимый и важный сигнал. Очень значимый и важный сигнал. И в этом смысле я хотел еще сказать важную вещь. Я постоянно спрашиваю, когда мы получим на выходе объединенное государство? Я всегда отвечаю, а зачем? А чтобы что? Чтобы что было? Ну, многие же думают, что Советский Союз возвращается и что Россия поглотит Республику Беларусь. Среди моих уже, понятно, к возрасту знакомых были и люди, которые вступали в брак с одной и той же женщиной по второму разу. Надеюсь повторить ту специфику и романтику отношений, которая была первый раз. Так вот, ни у кого ничего не получилось. И на эту тему все сказал Путин. Что да, это был очень важный и интересный опыт. Жалко, что Советский Союз распался, но его не воссоздали. Применительно к Российско-Белорусскому Союзу давайте еще раз подумаем. А ради чего? У нас военная политика скоординирована. Слава Богу, да. Внешней политике у нас работает совместная коллегия Министерства иностранных дел. Минтранс работает со своей коллегией. Если какой-то нехороший дядя или тетя, вот как недавно в Петрозаводске, попытается совершить теракт на территории России, белорусский паспорт, ему не будет защиты, не будет, нет. А если гражданин России будет безобразничать в Республике Беларусь? Нет, это не тот случай, когда его будет защищать Россия. Мы входим в единое правовое поле. И слава Богу, что входим. Потому что у нас сейчас проводится фактически впервые в человеческой истории уникальный эксперимент. Союз равных между огромным государством и средним. Беларусь среднее государство. Кто считает, что Беларусь малая страна, так это только по сравнению с Россией. А когда вы спрашиваете у австрийцев, Беларусь малая страна или средняя, он говорит, средняя, как и Австрия, как и Венгрия, а малая страна что такое? И наш собеседник говорит, окей, малая страна это Люксембург, малая страна это Бельгия, и мы сразу все понимаем, он прав. Так вот, малая страна это Эстония, малая страна это Латвия, Литва, а Беларусь это средняя страна. Так вот, все равно проводится уникальный эксперимент. Гигантское государство, ну то есть просто самое большое в мире, да? Беларусь вступает в равный союз, а не в союз соподчинения со средним государством Республики Беларусь. Да, процесс идет долго. Да, мы наблюдаем интеграционное движение больше четверти века. Я всегда говорю и скажу еще раз, был такой старый хороший советский фильм «Мертвый сезон». Там такая фраза звучит. Даже девять беременных женщин, собравшись вместе, не родят ребенка за один месяц. Не надо торопиться. Не надо сейчас при условии такого внешнего воздействия устраивать тебе эксперименты с единой валютой. Но зачем? Ради чего это все делается? Да, дедоларизация прекрасна. Но для того, чтобы выйти на дедоларизацию, нам необязательно переходить к единой валюте. Любовь, мой коллега не экономист, а уже финансист, особенно банкир, скажет, да проблем никаких. Проблема в инерции, да, я еще помню те времена, когда цены в республике вообще в долларах были. Давно это было, слава богу, да. Но было, кстати, в России то же самое. То есть мы идем правильным путем. И мне представляется, что лидеры России и Беларуси настолько тщательно и эффективно контролируют эти процессы, что от их единства и общественного согласия зависит общая результативность. Но сейчас она весьма велика. Кстати, отдельное спасибо нашим врагам. Которые бесятся. Они очень много сделали для нашего единства, конечно. Да, верно. Хорошо. Спасибо, Николай Маратович, за этот прекраснейший разговор и объяснение многим людям. Потому что все равно в наше время как-то все переживают, не понимают, что чего происходит. Но благодаря таким, как вам, мы хотя бы в курсе всего. Спасибо. Спасибо. Рад был поработать вместе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова